Главный библиограф Центральной библиотеки Ленинского района Марина Андрианова уже давно хотела организовать выставку, посвященную советскому времени. Воспоминания собственной юности, а также попавшая в руки книга «Назад в СССР» помогли реализовать идею. В нашей библиотеке взяла книжку Валерия Рожнова «Назад в СССР». И, в общем-то, как-то подумала, а почему бы действительно не поностальгировать немножко, да? То есть люди, конечно, нашего поколения более старшие, они жили в этом времени. Мне кажется, интересно им немножечко вернуться в прошлое, поговорить об этом, посмотреть, какие предметы быта их окружали. Ну, в общем, это тема, наверное, не политическая больше, а вот именно вот такая, ностальгическая. Подготовка к выставке заняла немало времени, ведь отбирать нужные фотографии, искать раритетные предметы было очень сложно. Все-таки почти три десятка лет живем в новой стране. Что-то удалось найти Марине у себя в семейном архиве, а что-то принесли жители города Видное. Нашелся даже необычный телефон 30-х годов. Телефонный аппарат, выпуск 30-х годов, из кабинета КГБ. Да, это мне дали по большому блату. И, подрасписку практически, да. И на его диске написано «Внимание, ведение секретных переговоров строго запрещено». Такая выставка дает возможность подрастающему поколению познакомиться с бытом своих родителей, бабушек и дедушек, а старшему окунуться в свое прошлое. Ностальгия по-былому. Вспомнилось прошлое. Очень хорошая выставка. Очень хорошая. Подобрана, гавноподобна тематически. Очень хорошо. Мне понравилось. Замечательно просто. Конечно, ностальгия по тому времени осталась. А для нового поколения это, конечно, все новое. Ну, может быть, кому-то интересно, кому-то нет. Но для, мне кажется, 70-х, 60-х – это вот наше время. Время уходит. Мы были и октябрятами, и пионерами, и капсамольцами. Завершилось открытие выставки «Назад в СССР» приятным сюрпризом. Всех гостей угостили лимонадом «Буратино». А те, кому не удалось прийти в этот день, смогут окунуться в атмосферу советского времени до 31 августа включительно. Выставка будет работать весь месяц. Анастасия Воронина, Владимир Бижонов, Елена Кошелева. Видное ТВ.